Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Это второй выпуск из серии гайдов по богам Скайрима. Сегодня у нас на повестке дня будет бог власти. Бог власти позволит нам в первую очередь делать рыжие часовни. Рыжие часовни, которые так полезны, собственно, для всех. Позволяют подогнать максимальные статы по желаемым нам характеристикам. Бога власти советую открывать вам за первую же книгу, которую вы получите. Скорее всего это будет интегратор, но у каждого в принципе по-разному. У бога власти первый по величине атлас, он самый большой, на него вам понадобится больше 30 тысяч искр желтых и, наверное, в 600 или в 650 искр божественности. Надеюсь, вы вложитесь, потому что я его открывал довольно, ну, как я его открыл, в принципе, за минут 15. Вот, пока прочитал все вершинки, пока прошелся по всему. Но, тем не менее, этот бог созданный для саппортов. Ну и также позволяет быстрее прокачать культ и получать веру. Что ж, первая вершина. Раз в день одно из приключений на глобусе в информатории будет отмечено специальным бонусом в 20 веры. Рядом с любым заданием у вас будет появляться значок средоточия веры. Вы будете проходить это, как правило, звено. И, собственно, получать маленькое средоточие веры в 20. Талант, смертный приговор, урон ваших союзников по противникам, находящимся под воздействием наложенных вами, оглушению страху заморозки, увеличивается на 4% за каждый уровень этого символа. Таких символов есть три. Идем дальше. Вы знаете о воодушевлении, как воодушевить людей, верить в вас. И можете поделиться этим знанием со своими адептами. Эта вершина открывает вам задание для получения веры. Таких, по-моему, тоже есть два. Собственно, и вы можете отправлять своих адептов на поиски веры. То есть, они там приносят вам, по-моему, по 12 единиц. Сейчас мы даже можем это посмотреть. Надо будет посмотреть. Так, это просто вторжение. Ну вот, распространение культа. По 6 веры, всего 12. В течение 8 часов. Вот такой вот довольно-таки удобный бок. Пускай это не очень много. Но, тем не менее, это очень полезно. Так, давайте уйдем немножко в эту сторону. Талант. Прирожденный лидер. Ваша аура поддержки добавляет вам на 1% больше характеристик за каждый уровень данного символа. Божественная благодать. Ваша аура поддержки дает союзникам на 100% больше характеристик, когда вы пребываете в божественной форме. Таких символов есть 5. Поэтому они разбросаны по всему атласу. Талант оратор. Радиус вашей ауры поддержки увеличивается на 3 метра за каждый уровень этого символа. И только 9. Если я не ошибаюсь, конечно. Второй уровень божественной благодати. Вершитель судеб позволяет отправлять адептов за рунами судьбы. Это тоже все для создания рыжих адептов. Вот таких вот рыжих адептов. Я, честно говоря, хер положил на то, чтобы их делать рыжими. Я для ддшников сделал, а остальное это как-то так себе. Вот так вот выглядит это задание. Поиск рун судьбы. Таких заданий раз в 8 часов есть 2. И, собственно, приносят из них по 10 рун. И только 20 раз в 8 часов. Для того, чтобы апнуть одного адепта до рыжего, необходимо таких рун 200. Ну и можете сосчитать, сколько вам нужно. Этого бога советую открывать все-таки первым. Потому что качается власть долго. И плюс культ развивается и апаются часовни и адепты довольно-таки долго. Так, идем, наверное, дальше. Извечный свет позволяет вам добывать в приключениях извечный свет, необходим для улучшения часовен до легендарного качества. Если бог власти состоит в группе, в зонах типа отряд, для него уменьшается стоимость превращения в бога. Это тоже, как и в боге странствий, уменьшение стоимости превращения. Правда, в странствий это уменьшение действует только если вы ходите в соло. Касаемо извечного света. Раз в три дня у вас появляются задания на глобусе, отмеченные... Даже не знаю, как вам показать. Наверное... Наверное, вот так. Вот так выглядит эта бутылка. Раз в три дня она появляется на глобусе. Стоимость улучшения часовен и, собственно, провинций 250 тысяч и одна бутылка. Выше рыжих подняться пока что нельзя. Ну, в принципе, этого достаточно для того, чтобы развить культ. По максимуму мы подогнать свои статы. Так, давайте-ка уйдем немножко влево. Глаз бога. Когда вы пребываете в божественной форме, а ваш класс является классом поддержки, союзники вне божественной формы в радиусе 40 метров получают бонус к урону, равный 25%. Если бог власти состоит в группе в зонах типа группа, для него уменьшается стоимость превращения в бога на 40%. Хорошая такая прибавочка. Еще один уровень божественной благодати. Победоносный. Длительность способности армия увеличивается на 4 секунды за два уровня символа. Еще один уровень божественной благодати. Повелитель. Урон союзников не в божественной форме, а под воздействием способности армия бога дополнительно возрастает на 30%. До 65-80 бонуса соответственно. Это просто жесть. Прирожденный лидер. Ваша аура поддержки добавляет вам еще один процент. Это второй уровень символа. И еще один прирожденный лидер. Тут их два засунули. Странная херня. Еще один уровень гласа бога. Который увеличивает урон союзникам. Что ж, теперь уходим вправо. Тут у нас еще один уровень гласа бога сразу же. Абсолютная власть. Длительность контроля власть бога увеличивается на 1-2 секунды. Еще один уровень гласа. Еще один уровень смертного приговора. Божественная благодать. Аура поддержки дает союзникам на 100% больше характеристик. Сокрушающий взглядом. Урон союзников не в божественной форме по целям, попавшим под власть бога, увеличивается на 15-30%. Еще один уровень символа оратор. Полное подчинение. Применение в божественной форме эффектов контроля длится на 30% дольше. Невероятные прибавки на самом деле. Ладно, продолжаем. Уменьшение стоимости в отряде. Вы знаете, как воодушевить людей. Это второй квест на веру в культе. Еще один последний уровень, по-моему, смертного приговора. Руководитель. Если бог власти состоит в группе в зонах типа аномалия, дешевле превращение на 20% будет в аномалках. Вершитель судеб. Позволяет отправить адептов за рунами судьбы. Это второе задание для адептов. Полное подчинение. Еще один уровень символа. Абсолютная власть. Длительность контроля способности власть бога увеличивается на 2 секунды. Еще один уровень сокрушающего взгляда. Полное подчинение. Победоносный увеличивает длительность армии бога. И еще один повелитель. Собственно, завершающие. Если бог власти состоит в группе в зонах типа вторжения, для него уменьшается стоимость превращения бога на 20%. Класс бога. Когда вы пребываете в божественной форме, ваш класс является классом поддержки. Союзники вне божественной формы в радиусе 40 метров получают бонус к урону в размере 25%. Что ж, собственно, и весь бог власти. Этот бог, как вы уже могли понять, является довольно-таки универсальным. Хотя подходит по большей части лишь для саппортов и немножко танков. Позволяет вам развить культ. Сделать рыжими адептов, рыжими часовни. Ну, то есть, чтобы они достигли легендарного качества. Могу сказать по опыту. Я первым открыл бога власти и ни разу не пожалел. Потому что качается он крайне-крайне долго. Вот это выбивание лампочек, собирание ресурсов для адептов этих вот рун судьбы. Это все довольно-таки долго. Да и сам атлас довольно-таки большой. Правда, закрыл я его тоже минут за 10. Как только убили интегратора, так же и закрыл. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Это был гайд по богу власти. Всем спасибо. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok